добрый день друзья с вами как обычно никита и сегодня я расскажу вам о бывших киберспортсменах которые закончили играть на про сцене но не смогли окончательно расстаться с любимым делом многие из них по завершению карьеры уходят в аналитику комментирование и тренерство а некоторые начинают заниматься более необычными делами в этом видео мы решили собрать самых ярких на наш взгляд бывших киберспортсменов и начну я с бывшего игрока в кс эмиля кристенсена известного многим как хитон шведский игрок ранее выступавший в команде ска гейминг и некогда капитан коллектива ninjas in pajamas сейчас не появляется на про сцене но на его счету 15 золотых медалей со множества турниров cpl в cg и dreamhack в дисциплине кс 1 и 6 после завершения карьеры киберспортсмена сначала он стал тренером нипов но не задержался на этой должности потому что ему предложили стать генеральным менеджером команды стокгольм магнетик к сожалению команда просуществовала чуть больше года и эмилю пришлось искать себе другое место в жизни он становится амбассадором компании купет которая занимается производством про геймерских девайсов позже он со своим бывшим тиммейтом начинают рекламировать другую компанию схожего направления zoe gear впоследствии у них выходит коллаборация и они начинают производить геймерские мышки а затем и другие девайсы с ником бывшего игрока в 2012 году эмиль возвращается к своей любимой игре и команде nip но в качестве менеджера и еще несколько интересных фактов об эмиле в 2004 году на турнире рандеву lan хитон разбил нос игроку с ником bellman в 2015 кристенсен был признан виновным в мошенничестве с финансами и приговорен к выплате штрафа и выполнению общественных работ в 2016 году эмиль стал первым игроком которого внесли в зал славы esl в конце лета 2019 года хитона и других руководящих лиц nip обвинили в неуплате призовых игрокам при этом хитон записал видео и выложил на youtube где сложил всю вину на своего коллегу николаса фишера что тот естественно отверг на данный момент эмиль кристенсен является сооснователем и менеджером по маркетингу aria academy которые занимаются созданием образовательных структур для киберспорта а также эмиль является консультантом naga studios это киберспортивный стартап который объединяет людей с помощью стриминговых платформ созданных для всех пользователей далее у нас еще один про игрок кс-сцены о нем вы наверняка слышали и хорошо его знаете дэнни зоник соренсон начал свою карьеру игрока в далеком 2003 году но успеха добился только в 2007 составе команды mtw.dk в которой был одним из ее основателей и выиграл множество крупных турниров что принесло ему звание одного из самых лучших игроков 1.6 2011 году он переходит в команду mouse sports результаты которых на тот момент оставляют желать лучшего а в 2012 дэнни и вовсе завершает карьеру игрока в июле 2015 зоник становится тренером команды team dignitas но остается на этой должности ненадолго в декабре того же года он пытается возобновить карьеру игрока и вновь присоединяется к команде mtw но безуспешно в январе 2016 дэнни становится тренером команды astralis именно под тренерством соренсена astralis приходят к своему величию и доминации на про сцене кс гоу по сей день в рейтинге hltv эта команда находится на первом месте в 2020 году дэнни выпустил книгу в жанре автобиографии под названием зоник история astralis невероятное путешествие киберспорта от мрачных подвалов до аншлаговых арен в которой он рассказывает о становлении киберспорта патрик карн саттермон очередной игрок кс в отставке этот человек является примером того как быть преданным своей команде на протяжении 15 лет начав играть с 2003 года с малоизвестных команд к 2006 он попадает фнатик где и находится до сих пор но уже в другом амплуа начиная с 2006 года благодаря слаженным действием команды и карна как ингейм лидера и капитана фнатик становятся легендами 1 и 6 но время дает о себе знать реакция со временем притупляется и в 2012 году патрик уходит с позиции игрока на должность главного игрового директора организации чем и занимается в настоящий момент один из лучших представителей снг сцены в старкрафте почетный протос украины мистер спешил тактикс и чемпион множество турниров алексей вайтра крупник несмотря на то что периодически поигрывает различные шоу матчи можно сказать что карьеру профессионального киберспортсмена завершил в 2015 году он успел проявить себя и в с к бру двор и во втором старкрафте во время своей карьеры алексей начал близко сотрудничать с брендом термо тэйк и спортс которые выпускали игровые аксессуары с именем знаменитого старкрафтера чуть позже алексей становится сотрудником платформы twitch и на данный момент является руководителем отдела по работе с партнерами в россии и странах снг многие бывшие игроки уходят в тренерскую комментаторскую или аналитическую деятельность но немногие решаются стать владельцем команды так поступил карлос родригес сантьяго под ником acelot бывший профессиональный игрок в лигу легенд в 2013 году решает основать команду g2 esports организация имеет составы по 14 дисциплинам кс валорант рокет league pubg и многие другие кроме одной угадайте какой по доте не знаю совпадение ли но факт остается фактом и напоследок об одном отечественном киберспортсмене карьера которого как игрока не задалась я начну о нем рассказывать и вы наверное сразу угадайте о ком идет речь итак начнем за свою карьеру этот игрок заработал по данным ликви педии триста пятнадцать долларов играл в таких командах как gsc protein и explosive попутно был гейм-дизайнером мультиплеера и тестировщиком stalker а после завершения карьеры игрока продолжил работать в игровой сфере успел приложить руку к таким играм как виви сектор инстинкт и варфейс пишите в комментариях если догадались о ком я рассказываю совершенно верно это основатель команды рожденные побеждать александр кахановский он же zero gravity который в 2009 году основал нави помимо этого он является главным исполнительным директором dream team это инфраструктурная платформа и платежная система для киберспорта и гейминга правда из-за пандемии коронавируса и и деятельность была приостановлена а также александр совладелец ресурса димаркет площадке по купле-продаже внутриигровых скинов из кэса и доты в прошлом году кахановский купил отель днепр в котором собираются создавать первый в мире отель подготовленный к любому киберспортивному ивенту вот такой вот выпуск про бывших киберспортсменов получился если понравилось видео не забудьте влепить лайк подписывайтесь на канал и наши соцсеточки ссылки на которые есть в описании и пишите в комментариях что хотите увидеть в следующем выпуске всем добра и до скорых встреч